друзья всем привет с вами Анита и канал Файлная Украина сегодня у нас воскресенье последний день сентября завтра уже 1 октября и сегодня большой праздник я в своем сердце поздравляю всех вверх надежд всех любочек с их великолепным праздником будьте счастливы будьте любимы верьте всегда в свою душу а сегодня мы приехали в замечательный парк который находится в районе европейской площади где расположена уникальная арка дружбы народа сейчас мы прогуляемся по данному парку покажем вам очень красивые места оставайтесь с нами при входе в парк расположена вот такая огромная арка стоят у нас с памятником монументом здесь кстати находится одна из точек обзора города Киева которая открывает вид очень красивый широкий вид на Днепр идем на Днепр посмотрим идем посмотрим на Днепр покажем нашим зрителям крышком подказать я на большого не на маленькой я на большом не на маленькой я на маленькой я попробую давай 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 дай Здесь тут есть аттракционы, разные развлечения для детей. Крутые ступеньки были. Сейчас мы идем на точку обзора, посмотрим на дне и посмотрим на дне. А я каталась на Харькове, похоже. Там была гораздо больше. Так, что у нас здесь? Да, мы пошли, мы поехали. Освободилось местечко. Ух! Опа! 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 Молодцы, вот такой вещь. Шикарный. Нагрели, шикарный. Опа! Ага! Опа! Опа! Что это не лечит? Опа! Я тебя. Да! Опа! Ага! Мама, мама, ты большой корабль. Да, и красиво, и нежно. Красиво, да? И нежно. Нежно? Ну, может быть и нежно. Называется отличное место для селфи. Идем сюда, Лида. Посмотрим, что с этой стороны. Лида. 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 Покидаем точку обзора и идем дальше гулять по парку. Лида. 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 Фотографировались немножко. Поднимаемся дальше. Ещё дальше. Ещё выше. Неплохой фитнес. Если бы я жила где-нибудь здесь поблизости, наверное, я эти ступеньки использовала по их прямому назначению. Для бега вверх и вниз. Ну да, поднимайся, там еще много пролетов, по-моему мы уже приближаемся. Мы еще, еще выше. Еще выше? Да. Кстати, пока мы шли пешком по Крещатику до Европейской площади, были на съемках передачи, как это называется, совсем забыла, караоке на Майдане. Там была съемка очередной передачи, видели Игоря Кондрактика. Вау! Ух ты! С другой стороны выступал детский цирк, давали интересное представление. И мы тут уже были. Да, мы сюда же когда-то давно-давно приезжали в этот парк. Мусорок сильно, чересчур много. А можно было себе копеечку? А, копеечки? А, нет, у нас есть копеечки. Да? Сейчас мы найдем копеечки там. Ух ты какая, жабка. Там можно бросать? А ты туда будешь бросать, да? Там есть вот листья монетки, бросай. И здесь тоже, а что? Можно? Можно? Здесь тоже. Ну, бросай денежку. Бросаешь. А можно еще? Бросай, бросай, бросай. На счастье, на богатство, на удачу, да, Леда. Как большая красивая жабка интересная. Мама, а ты будешь красавица? Да, я тоже брошу. Ой, какая она. Пупа. Жабли. Да, там на щёчках тоже дырочка, да, и во рту дырочка. Прикольно. Обожаю жабли. Ну и я брошу. Обогащусь. Ты пытаешься на неё залезть? А ну, а ты звала Лида жаба денежная. Так, здесь при входе у нас какое-то здание. Сейчас мы посмотрим, что это. Это дирекция. Молодёжный павильон из Катроянда. Центральный парк культуры и веткачинка. Такая вот у нас дирекция. Так. У нас ещё интересненького есть какие-то штучки. Деревья с ленточками. Это петушки. Мелли. Какое-то мероприятие было. Что не означает, но мы пока не знаем, что. Интересно. Так. Дальше у нас идёт аллейка. Здесь их три аллейки. Получается. Ну, пойдём уже, которая к нам ближе. Хотя можно завернуть и посмотреть, что там дальше стоит. Так, какой-то храм, не храм, церковь, не церковь. Какая-то мечеть. Это пушечка. Ага. Такая здание. Я не знаю, что это такое. Фонтанчиком. И где-то слышится церковный скорбь. Здесь не знаю, как туда пройти. Механики собирают зонтики. Ну, пойдём где-то посмотрим на фонтанчик. Идём на фонтанчик посмотрим. Пойдём, пойдём, пойдём. Идём. Идём на фонтанчик. А, это музей воды, ребята. Влеченькая водичка. Да. Там танчик. Это музей воды. И вот если видите, на следующем здании написано музей воды. Такое вот здание, а это у нас просто коммунальное предприятие, водно-информационный центр, дирекция. О, да, по поводу церковного хора я ошиблась, это не церковный хор, это просто играет музыка. И вот у нас такого старого-старого драмофона, или как он правильно называется рупор, не рупор, в общем, звуки используют имена труда. Тон-тончик. Так, такая приятная музыка, водичка журчит. Так, вот такое интересное деревце. Здесь загадывать заветные желания. В общем, читайте, в вашей жизни будут совершаться чудеса. Интересненько. Интересненько. Нужно на листике написать желание и специально есть такие отверстия. желание. Так, что у нас здесь еще есть? Мы загадали желание. Здесь разные сладости для детей. И я вижу очень красивую альтанку. А, это даже не просто альтанка. Здесь, по идее, должен был быть фонтанчик. Ну, возможно, он летом не работал. Сейчас может отключили, потому что холодно. Так красиво очень выглядит. Прикольно. Так, мы только что проходили такую лавочку в форме губок. Там просто детки фотографировались, мы не остановились. Лида, хочешь сфотографироваться на лавочке в форме губок? Красиво. Да? Ну, пойдем. Капелька на лавочках в форме губок. Лида позирует. Ну, идем дальше. Уже пахнет осенью, так чувствуется, такая хорошая прохлада. Ну, сегодня, слава Богу, выходной нету дождя, покуда относительно держится, поэтому можно смело заезжать на длительные прогулки. Я видела такую площадочку небольшую, возможно, там тоже какая-то точка обзора. Она расположена немножечко левее. сейчас мы тогда заглянем. Так, здесь у нас ступеньки и внизу расположен, ну, похоже, наверное, на теннисный корт. сейчас посмотрим с этой стороны. Лидочка, поднимайся, пожалуйста. Так, сейчас мы посмотрим с этого майданчика. что у нас есть. Да, реально ничего интересного. Подумала, откроется какой-то классный вид, но ничего интересного. просто майданчик. Лидочка, идем дальше. Продвигаемся дальше по аллейке. Если мы сейчас возьмем немножко левее, то я так думаю, что там будет вид на Днепр. Ну, сейчас посмотрим. Мамочка, а тут есть какая-то булочка? Есть что? Булочка. Булочка? Да нет, вряд ли здесь булочки подают. Здесь водичка, мороженое. Какое кое-что? Мороженое? Нет, мороженое холодно. Ты что? Сейчас мороженое уже не кушаем. Так, мы берем влево на аллейку, на крайнюю, и да, как я говорила, с этой стороны будет вид на Днепр. Ну, вот это тоже что мы увидели с точки обзора. Мама, смотри, я не держусь, ого, смотри, мам, давай, ты не держишься, надо держаться быть очень аккуратной, видишь, как там высоко, реально высоко и даже страшно. Мама, смотри, я вообще зацепилась, вот. Да, молодец, идемте дальше. Вот здесь хорошо видно, вот, вкусно, очень-очень красиво. Ну, и далее идет аллейка, идет на какой-то у нас майданчик. Ребята, это просто браво. Да, такого не ожидала, видите, это великолепное зрелище. Осеннее настроение. Так, послушали осеннюю музыку. Такая ностальгия, вот настроение, выдумчивость. Я, как я вам тут, да, я по-другому. Я не ожидала, что здесь есть. Я, как я, как я. Я, как я, как я, как я. Я, как я, как я, как я, как я. Если вам интересно, в интернете можете набрать и посмотреть эту историю. Вот и вот. И все. Все вам такое. Спасибо вам. Выложено интересное сердечко. Я думаю, здесь было какое-то мероприятие, кто-то признавал, что в любви. Ребята, кому интересно, посмотрите историю памятника Куханя в интернете. В двух словах скажу, что в войну потерялись молодая пара. И спустя очень много лет они нашли друг друга. Но пока мужчина ехал своей возлюбленной, она умерла. Поэтому достаточно интересная история. Да, это мостик, такой переход. У них влажают такие замочки. Замочки и верные. Сейчас мы проходим. Такой мост. Вау. Слушай, как он уходит. Вот. Я потеряла своего ребенка. Да, видишь, здесь очень много замочков висит на этом мостике. Надписи Адарка плюс Марка. Замечательные. Вау. Смотри, что я не знаю. Вау. 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 не знаю не знаю так вот пройдешь и не заметишь открывается красивый вид красота и страшно вот реально такой большой мост высокий вот пахнет вроде бы дым а пахнет плечами и мне так кажется красиво солнышко пробивает да реально пахнет плечами смотрите как красиво солнце пробивает деревьям отражается такое легкое дым да это благовоние да 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 подсказки подсказки на сегодняшний день подсказки великих людей сыграем да 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 там написано что ты вытянул так открывай бумажку да и что у нас здесь написано все хорошо да 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 подержи телефон подержи не открывай помните что дети ваши будут обходиться с вами так же как вы обходитесь со своими родителями да ну да 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 какой привет такой ответ это нужно видишь ли да что тебе выпало да помни как ты относишь так маме к папе так твои детки будут относиться к тебе а теперь бумажечку туда же а вы теперь себе тоже берите туда да а я возьму тебе а ты так обе ручки поставь да да так держи ручки вот так интересно что мне досталось если в ручках прохлада это очень хорошо что в левой ладошечке это правая а в левой а теперь руку над головой природу любишь матушка вселенная дай мне покажу дай мне полный баланс попроси что в ладошечке здесь прохладно или тепло вот эта медитация без мисли маленькая она водой дружи будь позитивной когда будешь учить уроки внимание над головой отдаешь все матери вселенной только забыла так о боже подскажи будешь хорошо учиться поняла да подержать вам не не я уже забрала уже девчонки берите читайте это игра потом проверите себя на баланс на равновесие берите и вот где взяли туда и положили можете брать и оттуда и оттуда но просто туда же и кидают призвание всякого человека в духовной деятельности в постоянном искании правды смысл жизни вот такое сегодня выпало мне не очень интересно знаете частично правда надо быть богатым мужем частично это правда очень интересно и не бросайте теперь девчонки русские так готовы поставки прокладывали на курках это полный баланс вы тоже подождите ребят попали мы на какой тест небольшой и вытягивали листочки с желаниями или с советами и пригласили нас на бесплатные лекции и отрывать свою самореализацию здесь есть телефон адрес сайт ну надо зайти на сайт я обязательно посмотрю поделюсь с вами может кому то это станет интересно ну а мы продолжаем наш путь вы уже чуть чуть конечно под замерзли вот солнышко уже почти спряталась и на улице становится прохладнее гораздо не знаю куда приведет нас эта тропинка когда мы пойдем домой мы сейчас идем по тропинке по аллейке я не знаю куда нас приведет ну куда то должна вывезти и наверное мы на сегодня свое путешествие закончим не могла пройти мимо это стадион Киева города здесь проходят матчи на данный момент там даже есть какие то зрители поливаются в школе возможно будет идти игра да у нас папа заядлый футболист футбольщик и сталочек любит делать даже с тапки играет сейчас идем динамо киев видеть его так идем где дальше видишь или даже под замерзла да прохладно у меня в принципе интересует положение куда мы сейчас выйдем по аллейке из этого парка но я точно не уверена поэтому пока не буду гадать дойдем узнаем с вами поделимся так это мы папе сделаем подарок нашему здесь нашли более такой открытый вид на сам стадион готовится поле и будет скоро проходить матч классно я все думала что это за ребята стоят в форме вдоль забора а сегодня просто оказывается будет матч только какой точно не знаю Украина играет на стадионе Динамо Киев а это стоят охранники чтоб никто не прилез не нарушил правила не нашкодил в общем на стадионе тоже как красиво на солнце садится ребята классно да на камеру конечно этого не снять куда смотришь глазами вообще очень-очень красиво так дошли мы до какого-то спуска там а мы уже выходим мы сейчас наверное выйдем из парка может что-то еще интересненько увидим по ступенькам по ступенькам пойдем или по эти по горке по горке по горке так поднимаемся по горке вверх так и вышли мы опять в какой-то парк не парк сквер в общем куда-то мы здесь вышли здесь у нас прокат транспорта разные машинки и велосипеды а острова походу какое-то кафе тут скамеечки лавочки лавочки похоже сцена сейчас мы посмотрим похоже какая-то сцена да, сцена это представление о празднике сейчас мы идем вдоль по аллейкам дальше и смотрим где нас ждет выход так вот памятник какой-то нам попался памятник это памятник Глинка да нет, это Глинка да, видишь как он подстрятан в такой зелени красиво это памятник Глинка а я нашла девочка так здесь у нас тоже такая тропиночка да это памятник да это сцена которую мы видели так идем дальше дальше куда-то мы сейчас куда-то мы сейчас выйдем это точно в половину улочки ребенок нашла булочки ребенок проголодал вот так она красивая и в памятник это у нас Марья Банковецка если честно ребят на стыдно но я не знаю кто это я обязательно посмотрю а если вы в курсе напишите пожалуйста в комментариях ну здесь у нас справа Маринский дворец я все хочу туда в него попасть обязательно сходить на экскурсию но пока мне этого не удавалось в Маринском парке расположен такой вот Маринский дворец надо посмотреть его расписание когда он работает и сходить на экскурсию говорят что там очень очень красиво сейчас там музей сделали почитать историю дворца дальше мы посмотрим ну а по сути сам парк бывает и маленький дочечка идем ты уже устала все он такой большой обязательно если будете в Киеве или вы находитесь в Киеве сходите в музей в Маринский дворец все музыканты все играют сейчас подойдем поближе посмотрим исполнение еще очередная точка обзора еще очередная точка обзора поют в рамках сходим по ну в в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так начинают юные блогеры Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, ребят, на улице реально похолодало И так ощутимо похолодало Но все-таки какое-то такое легкое настроение Вот ходишь, слушаешь эту музыку Смотришь на людей, которые... Ну вот, друзья, мы закончили сегодняшнюю прогулку Напомню, мы были на Арке Дружбы и Народов В районе Европейской площади В Болемаринском парке Посетили несколько точек Обзора города Киева С видом на Непр И провели Достаточно хорошо и интересное время Подписывайтесь на наш канал Понравилось видео, ставьте оценки Пишите комментарии И отдыхайте с нами Отдыхайте лучше у нас С вами была Анита, моя дочка Лидочка И канал Фанна Украина Мы прощаемся с вами До скорых встреч Всем пока Пока